Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира «Новые инструменты поддержки отечественной промышленности». Звучит очень эпично. Может быть, не всем понятно. Вот мы пытаемся сейчас в деталях разобраться, о чем идет речь. Ну и на самом деле поддержка отечественной промышленности, это речь очень актуальна. Я с удовольствием представлю моего гостя. Сегодня в студии «Сухого остатка» Андрей Зверев. Член Общественной палаты Российской Федерации. Председатель Общественного совета при Минпромторге Российской Федерации. Генеральный директор холдинговой компании «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Добрый день, Андрей. Добрый день, Олег. Все правильно я произнес. Да, вот я вот так это с волнением слушал. Я сам очень волновался. Как вы справитесь со всеми многочисленными моими титулами. Действительно, действительно, это так. Ну что ж, слава богу, давайте начнем. В качестве информационного повода, если позволить, я предложу следующую информацию. 31 января сего года министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел первое заседание рабочей группы по подготовке проекта федерального закона о промышленной политике Российской Федерации. Вот давайте отсюда начнем, Андрей. Федеральный закон, я так понимаю, до сих пор у нас не было федерального закона. Или он был в каком-то другом виде, и время такое, что сейчас его нужно трансформировать под какие-то реалии. Нет, ну, закона не было действительно федерального промышленной политики. Но было много других различных законов, которые регулируют или иные отрасли деятельности, в том числе и деятельность промышленности. Я их не буду причитать, их десятки. Ну, а я так понимаю, инициатива, о которой мы сегодня говорим, она призвана каким-то образом структурировать, наверное, эти десятки собрать воедино. Я думаю, что, наверное, цель вот этого федерального закона, он не очень большой, вот у меня есть его проект где-то на десяти страничках. Неплохо было бы его прочитать, конечно, да? Но у нас времени не хватит. Не хватит, конечно. Вот, а он, скорее всего, призван обозначить вектор. Ну, прежде всего, подчеркнуть, что особо из интересоваться государство в развитии промышленности, то есть обозначить это как приоритет, скажем так, да? И второе, подчеркнуть ту мысль, что это является не только делом государства как такового, но и делом гражданского общества и, прежде всего, людей, являющихся субъектом этой самой промышленной политики, то есть это промышленные предприятия, объединения, профессиональные союзы и так далее. То есть люди, которые вовлечены в сам процесс промышленного производства. Ну, вполне логично, да? Наверняка, что действительно те, кто занимается промышленностью, должны участвовать в этом процессе, как минимум обсуждать. Если можно, вот несколько деталей, да? Какие основные акценты в этом? Ну, основные акценты, вот я считаю, одним из важнейших направлений. Ну, закон как бы перечисляет, кто такие промышленные, то, что должно делать государство. Законодательно закрепляет норму, позволяющую органам госвласти передавать субъектам промышленности, да, то есть организациям любой формы собственности, принадлежащие государству объекты, то есть земли промышленного значения, какие-то здания, сооружения, оборудования, в том числе и безвозмездно... Вот хотел узнать, а в какую? Да, для осуществления именно промышленного производства. Причем в законе очень жестко прописывается в проекте, что в случае, во-первых, запрещена передача любым другим субъектам деятельности, то есть нельзя, допустим, получить землю под строительство, безвозмездно от государства под строительство, там, завода по производству, я не знаю, станков трехкоординатных или четырехкоординатных, и потом сказать, ой, мы передумали, знаете, мы здесь... Коттеджи будем строить. Коттеджи будем строить, да. Это будет, это отдельная вот статья в законе. На мой взгляд, там такая написана фраза, что государство может обратиться в суд. А я считаю, что нужно написать, не может обратиться в суд, а обязанно обратиться. Обязанно. То есть это обязанность органа государственной власти, который выдал вот такую... Разрешение. Разрешение. Вернее, отдал этот участок практически, а он обязан обратиться в суд, а не имеет право. То есть, да, вот эта фраза... На то, чтобы отобрать, да, вы понимаете, да? Да, да, да. Ну, имею право, да, чиновник. А почему ты не пошел? Ну, забыл. Да, забыл. Ну, например. Хотя мы знаем, да, почему он не пошел. Да, да, ну, догадываемся. Можем предположить. Можем предположить, скажем. Мы же все-таки не органы, да, знание следствия. Ну, то есть, я так понимаю, что, как минимум, вот эта фраза, да, будет наверняка... Ну, во всяком случае, я лично буду настаивать на том, чтобы она была изменена, что это была обязанность органа государственной власти обратиться в суд. И если он этого не сделал, этот самый орган, тогда будьте любезны отвечать. Ну, если в законе напишут, что обязан, то там не обязательно в этом законе приписывать карательные меры. Эти меры в других законах уже есть, да? Уже есть. Поэтому просто надо этот закон будет исполнять. Значит, вторая вот очень важная составляющая. То есть, есть льготы для промышленности. Это очень важно. Это очень важно. Я всегда настаиваю, что у нас должны быть обязательно... Если мы хотим, чтобы мы из сырьевого придатка превратились в реально индустриально развитую державу, а мы не на 10-м месте по совокупной валовым продуктам, ну, хотя бы в пятерку, там, третий, там, второй, ну, первый тяжело. В топ-лист попасть. Китай не обгоню, да? Да, да, да. Китай не обгоню. Сложно будет. Сложно. Ну, их просто много. Они просто физически больше производят, чем в 10 раз могут. То надо, естественно, это хорошо, льготы, это хорошо. То есть, надо поощрять, надо стимулировать, да? Да, надо стимулировать. И это очень здорово, что они эти льготы уже здесь прописаны. Тут субсидии прописаны. Вот, а в каком формате льготы, действительно? Нет, значит, тут просто перечислены все виды льгот, которые государство может предоставлять субъектам промышленной политики. То есть, организациям и предприятиям это субсидии, гранты, там, вот, это безвозмездная передача земли и так далее. Там их, ну, достаточно много. И законодательно закрепляется общее право, да, как говорится, вот сервитут. Что это такое? Право прохода, да, право пользное. Оно как бы общее. Вот такое вот общее понятие дается, что государство имеет право это делать. Это очень важно. Это очень важно, потому что тогда дальше под этим можно под это выпускать различные подзаконные акты, которые будут инсервироваться, в том числе, в Министерстве промышленности и торговли, как основным органам государственной власти. Которые признаны осуществлять эту промышленную политику в развитии этого федерального закона. Значит, и второе, что создается, как же он тут называется, совет. Экспертный совет, если я не ошибаюсь, да, который состоит как из представителей государства, так и из представителей гражданского общества. Ну, давайте назовем его инсервированием советом. Господи, мы в записи, поэтому ничего, да? Сейчас я попытаюсь его найти. Так, придержим, что же такое это? Только что читал. А, вот, 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 национальный промышленный совет, вот очень важно. Значит, соответственно, создается целая статья, там, кстати, статья седьмая, о национальном промышленном совете, который создается, правда, тут написано не очень здорово, так же, в который ходят так же представители общероссийских общественных организаций. А кто со стороны государства ходит, не написано. Вот. И важная задача этого национального промышленного совета, он при правительстве Российской Федерации, это проводить экспертизу проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих развитие промышленной деятельности, в том числе. Значит, целиком поддерживаю это удовольствие, это дело. Единственное, что я могу сказать, что там пропустили такую важную составляющую гражданского общества, как общественные советы при федеральных органах, которые уже проводят в соответствии с законом в общественных советах и общественной палате Российской Федерации, уже проводят экспертизу законодательных актов. Да, здесь они как-то выпали. Ну, я считаю, что 32 экспертизы, наверное, не надо проводить. Конечно. Может быть, по этой причине они выпали отсюда, нет? Нет. И те, и те, получается, будут проводить экспертизу одного и того же. Поэтому, наверное, стоит просто в национальный совет включить общественные советы при органах федеральной власти, которые имеют отношение к проведению промышленной политики, и представители общественной палаты, которые тоже имеют к этому отношение. И, наверное, тогда и волки будут сыты, и овцы целы. И мы меньше все время потеряем, это же общественная работа все-таки, да, она делается в отрыве от основной деятельности тех граждан, которые входят в эти самые советы. Как раз с экономным временем с большей эффективностью. Вот тут бы я добавил, а идея сама очень хорошая и правильная. Согласен. Вот, и еще важное очень положение этого закона о том, что ежегодно готовится национальный доклад по реализации, вот, ну, делается стратегия, естественно, промышленной политики, соответствующим органам, ну, это Минпромторг будет, естественно, это делать. И еще готовится ежегодный национальный доклад. Ну, это как в форме отчета, видимо, уже, да? Ну, видимо, да, о том, что сделано за год по развитию стимулирования промышленности, как она развивалась, индексы там, конкурентноспособности и так далее, и так далее. Вот, единственное, что опять мне не очень понравилось в федеральном этом законе, в проекте о том, что вот этот готовится национальный доклад, значит, вот он обсуждается на совете по промышленной политике, он представляется в правительство, значит, правительство его читает, и он представляет еще в федеральное собрание и опубликовывается. И все. И все. Ну, я считаю, что как минимум данный доклад должен быть представлен президенту Российской Федерации. Конечно, конечно. Как главе всей исполнительной власти для того, чтобы президент Российской Федерации понял, что у нас происходит в этой важной сфере, и как минимум по результатам представления этого доклада должно быть расширено заседание того же самого Национального Совета, той же самой Госдумы, Совета Федерации, там, администрации президента. Все это, на самом деле, я думаю, надо будет делать под председательством главы. Ну, вот моя такая мысль, что председатель главы нашей исполнительной власти, да, для того, чтобы просто эти итоги, по результатам доклада, какие-то выводы были сделаны, и даны поручения... Оценки же должны быть, да? Оценки, выводы и поручения президента соответствующим структурам... Если это необходимо исправить, да? Да, исправить, дополнить, как говорится, усугубить, да? Углубить, углубить, да? И углубить, да. И углубить, как говорил наш другой Низалин Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, это логично, конечно, да? Если уж мы действительно от А до Я, что называется, да? Да, да, то не надо останавливаться на середине. Да, есть правительство, есть гражданское общество, а президента забыли. Вот я считаю, что будет правильно про него вспомнить все-таки. Да, периодически вспоминаю. Согласен, согласен, Андрей. Ну, и на ваш взгляд, да, насколько все-таки даже в этом формате, да, продуманный, оправданный этот закон, и насколько он найдет поддержку свою, потому что, собственно, это важный момент, что утвердят, не утвердят, примут в каком виде. Ну, я думаю, примут, я думаю, примут, потому что он нужен, потому что его нет. В нем даются определения вообще, и в нем дается вектор развития. Вектор развития, и как, кто на этот вектор развития будет влиять, кто будет ключевой. Конечно, можно говорить о том, что вот он закон такой рамочный, что он требует создания многих подзаконных, большого количества подзаконных актов, но в данном случае... Ну, это, наверное, логично. Это логично. Надо с чего-то начинать. Да, это же не ядерная отрасль там, и не там производство танков или чего-то, да, это огромный механизм, состоящий из очень большого количества субъектов. Потому что промышленность, ну, это наше все, это переработка сырья там, это и добыча полезных ископаемых субъектов, в том числе, да, и хай-тек, и электроника, и так далее, и так далее. То есть, огромный пласт, который вот так вот в один закон не запекнешь. Безусловно. А вот вектор, он задает развитие, и дает инструменты мониторинга и, так сказать, тонкой юстировки этого процесса. Понятно. Замечательная фраза по поводу вектора, да, вектор развития. Мы многократно слышим сейчас и из уст чиновников, руководителей, и средств массовой информации, что действительно вектор развития экономики Российской Федерации несколько однообразен, однобок, да, мы сидим на той самой сырьевой игле, как вы правильно сказали. Если все же более детально поговорить об этом, на ваш взгляд, или с точки зрения, так сказать, законодателей, куда он будет переориентироваться, если это вообще возможно, этот самый вектор? И будет ли он переориентироваться, что самое главное? Вот, Олег, вы знаете, это такой, казалось бы, злободивный, с одной стороны, вопрос, а с другой, он глубоко философский. Почему? Потому что на него нет ответа. Как на любое философское... Да, ищем философский камень. Слышишь? Ну, в советские времена я как бы так не обращал на это внимание, на то, что мы сидим на нефтяной игле. Но вот как только мы стали Россией, а это уже больше 20 лет, да, я постоянно слышу, что мы сидим на нефтяной игле, и как бы хорошо с нее слезть и отправиться нам в модернизацию, в инновационную экономику, и прорыв, и у нас огромный задел, и у нас великолепная научная школа, и самый читаемый народ в мире, и почему вот мы где-то там вот все никак не переориентируем нашу экономику, вот, и не превратимся во вторую Швейцарию, там, я не знаю, кто у нас, Сингапур, там, да, или Корея, там, ну, много примеров, да, таких вот скачков. Андрей, а если позволите, я, тем не менее, часто слышу, достаточно часто, и другую точку зрения. А зачем? Стать второй Швейцарией или Сингапуром, ну, сомнительное удовольствие, наверное, потому что в Швейцарии нет возможности сидеть на сырьевой игле, у них просто нет такого запаса, да, а у нас есть. Ну, почему нам этим не пользоваться, почему нет? Вот, только, может быть, пользоваться надо этим более эффективно. Потому что, ну, понятно сейчас, да, у нас в этой отрасли засилие государственного монополизма, компаний, да, с государственным участием, они неповоротливы, они малоэффективны, у нас здесь нет конкуренции, об этом тоже плачут, почему часть частной компании, да, не допускают... Вот, Олег, вот смотрите, да, я с вами во многом согласен, что... Это даже не моя точка зрения, просто полярная, что называют. Она нормальная точка зрения, не надо выбрасывать за борт. Мы говорили о том, что кто-то кричит, давайте слезем с игры, а кто-то говорит, нет, а что нам слазить-то, у нас игла это есть, у них нет ее. Ну, вы знаете, это как всегда есть в теории белое и черное, а выходишь на улицу, а там все оттенки цветов. Да, да, их-то гораздо больше. Их-то гораздо больше, да. Да, и поэтому истин, как всегда, посреди, никогда не надо отказываться от того, что есть. И говорить, что это плохо. Вот вы сказали ключевую фразу о том, что нужно правильно использовать, рационально. Это факт. Да, то есть глубина переработки той же нефти, газа, да, создания новых продуктов, любого другого минерального сыра, леса, да, мы лес безобразно же используем, ну, кругляк, доски пилите хотя бы здесь, ребята. Я вспоминаю фильмы. Мы же о мебели не будем говорить, да. Помните, девчата, что можно делать? Ну, что, дрова. Дрова, да, да, да. Понимаете, вот нерациональное использование природных искусств, вот это наша очень серьезная болезнь, очень серьезная болезнь. Никто, все хотят, вот оно лежит, схватил, продал. И побежал. Попилил, отложил на черный день и забыл. Да, вот очень удобно там, да, договорился. С чиновниками, деляночку получил, ну, дальше алгоритм всем известен. Вот от этого надо уйти, вот в первую очередь, да, это если что касается использования наших природных искусств. Что касается неповоротности компаний государственных, которые этим природным искусств владеют, ну, знаете, в свое время и до сейчас все кричат о том, как же безобразно, почему это все наши природные богатства находятся в частных руках. Начало государство возвращать это к себе. Да, да, да. Опять плохо. Опять плохо, да. Бонусы, золотые парашюты. Жируют за наш счет. Жируют за наш счет, неповоротливые. Ну, я вот как бы всегда смотрю на это все и немножко, так сказать, улыбаюсь внутрь. Ну, я говорю, товарищи, господа мои, как это, не сокамерники? Сограждане, соотечественники. Чего же вам надо? Определитесь, наконец, да, чего вы хотите, чтобы это все было, или чтобы как вот, ну, как вот в арабских государствах, чтобы каждый знал, что вот он родился, и на его счет пошли нефтяные деньги. Но не получится так, нас слишком много. Да, и должно быть в два раза больше для того, чтобы мы успешно развивались, потому что внутренний рынок начинает становиться локомотивом развития где-то с 250 миллионов человек. Собственно, чего мы боремся за и вразийский союз, и за таможенный союз, и за его расширение, да, не превращение в новую империю, да, а именно вот по примеру Германии, которая создала-то этот общий рынок-то, для кого он создавался? Собственно. Именно она и создавала его, наш дорогой, наш дорогой союзник там и партнер Федеративной Республики Германии для того, чтобы стать вторым в мире экспортером. У них же, по-моему, 40% всего экспорта приходится на ЕС. То есть она для себя сделала рынок 500 миллионов человек. Совершенно верно. Почему развивается американцы-то? У них огромный внутренний рынок, 350 миллионов человек. Китай, 1,3 миллиарда. Можно дальше перечислять. И России 140 миллионов. Немножечко рынка не хватает. Не хватает. Не хватает. Его надо очень серьезно расширять. И как бы баланс изъятия сверхприбыли, если возвращаясь к нашему опыту, куда оно развивается, из сырьевых вещей, рента соответствующая и так далее, и правильные направления в развитии промышленности, прежде всего перерабатывающие, обрабатывающие, хай-тека, фундаментальных исследований, финансированные. Вот нахождение этого правильного баланса позволит нам на самом деле быстро двигаться вперед. А не перекос. Вот теперь на это плюнем, и мы это будем развивать. Понимаете? Так мы будем шарахаться, и в итоге ничего не разовьем. А только потеряем. Возвращаясь к внутреннему спросу, я абсолютно с вами согласен. И пример с Евросоюзом, и пример с глобальными экономикой Америка, Китай. Абсолютно очевидно. Давайте вернемся. Действительно, вот сейчас вокруг разговоров о создании таможенного союза, тоже очень много копий. Насколько перспективно, с вашей точки зрения, все же создать его, этот союз? Нет, ну таможенный союз создан. Таможенный союз создан, сейчас не стоит вопрос создания, он уже несколько лет функционирует. С ним все хорошо. Мы просто, ну простые граждане, им же все равно, как товар доставляется в магазин. Они пришли, купили, заплатили деньги. Но он же прошел таможню, да, например. А вот теперь между Казахстаном, Белоруссией и Россией таможен нет. Сейчас Армения туда присоединяется, тоже таможенной границы не будет. Вот и единый таможенный орган у нас, как бы, и в Евразийской комиссии, где председатель, бывший министр промышленности торговли, господин Христенко возглавляет. Все эти вопросы решаются, общие, единой таможенной политики. Вопрос его расширения. То есть, включение в эту зону свободной торговли все больше и больше числа стран. И неважно, вот Киргизия там, по-моему, должна войти, вот, насколько я знаю, с Таджикистаном обсуждался этот вопрос. И предвосхищая, как бы, ухмылки слушателей, которые, вот там, Таджикистан, да, это же не Финляндия. Но вы посмотрите на... Но имеется ухмылки с какой точки зрения? Ну, в смысле, вот берем какие-то экономики, они такие слабенькие. Не совсем развитые. Не совсем, да, не совсем развитые. Ну, я бы их адресовал к тому же опыту общего рынка, да, Европейского Союза, да. Я бы не сказал, что там Румыния, там, или вот там сейчас... Ну, Юг Европы тоже можно... Сербия и Болгария являются такими замечательными и развитыми экономиками, да. Тем не менее, их всех инкорпорируют, их всех датируют. Но самое интересное, что потом этот общий рынок, вот эти те, кто датируют в рамках общего рынка, эти дотации обратно забирают, потому что товары они покупают там же, у тех, кто датирует, да. Ну, то есть это своего рода субсидирование своих же собственных компаний, но через такой сложный механизм, но это правильно, потому что ты одновременно поднимаешь экономику того, кого субсидируешь, он же к тебе и привязывается по всем стандартам, там, гостам, чему угодно, техническим условиям, и плюс еще и по область жизни и думанья, что очень важно, да. Ты же его и образовываешь по своим стандартам, да. Он же к тебе приезжает на работу, там, ухаживает за твоими детьми, там, я не знаю, еще что-то делает. Андрей, еще одну деталь сюда же. Травку и так далее, да, и становится частью тебя. Совершенно верно. И еще у них, мы говорим сейчас, да, вот в этом списке, у них еще и одна валюта. Да, да. И это еще вторая очень важная вещь. Вот и еще больной вопрос, естественно, Украина, да, тоже, которая просто выпала вот как бы из всего этого списка. К сожалению, да. Вопрос здесь тяжелый в целом. Единая валюта, это тоже вещь серьезная для того, чтобы она была единой. Нам еще надо свой рубль сделать таким, знаете, стронг, таким крепким и регулируемым совсем, да. То есть, ну, вот видите, сейчас бум и... И упал. И упал, да. Потом вот ЦБ раз начал там интервенцию, он сразу раз и поднялся, да. Ну, вот. Но это нормально? Ну, это как бы беда всех развивающихся экономик. Вот хотелось бы побыстрее из развивающихся экономик перейти в разряд уже развитых экономик, да. Тогда и с рублем все будет хорошо. И на этом этапе тогда можно и делать его единой валютой. Заговорили мы о монологиях. Вот я хотел бы все-таки вам этот вопрос задать. Евросоюз, да, крупная экономика, собственно, задача Германии поставила, решила, и в том числе и создание единой европейской валюты. И спустя какое-то время грянул кризис. И говорят все о том, что пока все было хорошо, никто об этом и не думал. А оказывается, вон оно что, да. Вроде валюта есть, и есть единый центральный банк, а надзорного, фискального органа нет. И, собственно, все тратят, как хотят, занимают и тратят. Та же самая Греция, 10-й год, там на грани банкротства, выхода. Вот это все обязательно должно произойти в любой, я бы сказал, такой укропненной экономике. Вы знаете, это может произойти как у укропненной экономики, так и не очень. Просто у укропненной экономики гораздо больше механизмов борьбы. Она гораздо более гибкая, чем маленькая экономика. Хотя, с другой стороны, да, большая экономика, тем более, если говорим о Евросоюзе, она настолько многогранна, я имею в виду, да, каждое государство. Это и ментальность другая, да, это и экономическое развитие другое, в общем, там много всего другое. Ну, культурные традиции другого. Да, но если вы замечаете, они все равно приходят к единому стандарту. Они же жестко задали, вот тот же по словам единой валюты, это уровень инфляции, уровень госдолга, и все, и это все странами соблюдается. И очень жестко контролируется. Порой с большим трудом, да, тем не менее. С огромным трудом периодически. Но вы знаете, цикличность развития мировой экономики никто не отменял, и всегда есть спады, подъемы. Мы просто мало живем на этом свете. Чтобы можно было сравнить опыт какой-то времени. Да, да, живем-то здесь и сейчас. Но, тем не менее, за кризисом наступает подъем, он уже есть. Мы сейчас об этом с вами обязательно должны были подробно поговорить. Прервемся на рекламу и потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем новые инструменты поддержки отечественной промышленности. У меня в гостях Андрей Зверев, член Общественной палаты Российской Федерации, и председатель Общественного совета при Минпромторге Российской Федерации, генеральный директор Росэлектроники, холдинговой компании Госкорпорации Ростех. Еще раз справился. Да, и во второй раз замечательно все произошло. Итак, Андрей, давайте продолжим. Действительно, сейчас мы вновь аналогии о Евросоюзе вспомнили. Нельзя не согласиться. Это очевидно, что, собственно, любое развитие, экономическое в том числе, оно, так сказать, поступенно происходит. Вот растет, вот падает. Вот кризис, да, боже мой, что такое? Гипс снимают, клиент уезжает. А потом оказывается, что кризис – это замечательная возможность, да, что-то пересмотреть, да, обновить. Избавиться от ненужного и лишнего. Вот давайте вернемся сейчас. Как говорил Кот Матроскин, чтобы купить что-то ненужное, он даже начал, что-то ненужное продать, да? Нет, наоборот, чтобы продать что-то ненужное, что-то ненужное купить. Вот, вот, вот. А тут есть возможность избавиться от него, и деньги, наверное, даже не дают. Да, да. Вот с этой точки зрения, на ваш взгляд, опять, да, мы оцениваем, сейчас 2014 год, прогнозы, стоит ли на них ссылаться, не стоит. Экономистов, замедление ВВП, к сожалению, даст у нас там уже не 1,4, 1,3 по итогам 2013 года. В общем, все как-то не очень оптимистично. И в то же время, смотрите, да, и на государственном уровне, с этого мы начали, и это сегодня обсуждаем, да, говорят о необходимости создания федеральных законов, говорят о развитии промышленности. Вовремя это или... Кстати, я вспомню слова господина Улюкаева по поводу того, как вот начались эти движения в рубле. позицию свою глава Центрального банка, еще новая глава ЦБ, еще в прошлом году озвучила, мы будем стремиться к тому, чтобы не контролировать, да, курс, ну, то, о чем вы говорили, пусть он... Плавает. Да, как и все нормальные валюты, да, пусть его курс устанавливает рынок, и мы будем отходить, поэтому расширяются границы коридора, поэтому меньше, все меньше и меньше интервенций, ну, и динамика. Господин Улюкаев сказал так, насколько я помню, он говорит, все это правильно, но не вовремя. Забавно. Вы знаете, я уважаю очень Эльвира Сахипзадна, она же, вы знаете, была и министром наше экономическое развитие, и мы с ней так довольно часто общались, поскольку она еще была членом стратегического комитета при наблюдательном совете Ростеха, где мы проходили защиту нашей стратегии, и я вот от нее поимел там много справа замечаний, очень хороших и правильных. По делу. По делу, да, по стратегии, и я хочу сказать, что есть как бы желание, да, что вот так надо, в принципе, да, и есть какая-то... Подождите, желание или понимание, что так надо? Ну, понимание, да. Все-таки желание основанное на понимании. Да, есть понимание, что так действительно надо, вот, ну, с точки зрения экономии, экономической террории, профессионализма, это правильно, да, пускай плавает, а есть политическая, экономическая необходимость, потому что, ну, тогда так хорошо, когда вот уже очень большая мощная экономика, когда все рыночные механизмы задействуют, вот как в Штатах, да, там, как в Германии, там, я не знаю, как в Англии, да, ну, хотя бы, ну, сто лет быть в рынке. Да, вот после этого уже можно как бы, ну, пускай... Кризисы, кстати, переживать, наверное, легче. Переживать легче, да, пускай плавиот, да, потому что есть внутри механизмы самоочищения, саморегулирования, вот тот огромная прослойка среднего и малого бизнеса, которые на самом деле двигают вперед те же Штаты, там, Англию, Германию, неважно, то есть есть зайбатцы, громадные корпорации, а есть и бизнес средний и малый, в нем очень большое количество людей задействовано, они понимают, что им делать, и в том числе и в кризис, да, вот это все очень быстро двигается. Вот когда мы до этой степени развития дойдем, да, тогда можно сказать, да, черт с этим курсом, пускай плавает как хочет, потому что он уже не будет так плавать. Абсолютно верно. Не будет таких скачков гигантских, да, а пока это очень чувствительный вот курс, хотя мы живем, мы платим рублями, это же эра, 90-е закончилось, мы же долларами не расплачиваемся в магазинах. Ну, мы... Люди получают зарплату в рублях. Согласен. Ну, с этой точки зрения, мы говорим, что у нас очень много импортных товаров, да, и они в долларах... Да, так их станет меньше, слава богу, в этом случае. Станет ли? Вот, кстати, опять, еще одна аналогия, смотрите, 98-й год, не дай бог, конечно, но мы вспоминаем, да, там более драматично, но тем не менее, да, мы говорили о резком смене стоимости национальной валюты, и это в конечном итоге, опять возвращаясь к вашим словам, в какой-то степени, да, стимулировало восстановление национальной промышленности, национальной экономики, ну, то есть национального производителя, да, он стал конкурентно способен. Произойдет ли это сейчас? Да, так это и происходит, это и происходит. Олег, это и происходит, но это математика просто. Я прихожу в магазин, мне дешевле купить вологодское масло, настоящее вологодское, чем финское, привезенное из Финляндии. Дешевле. Один из уважаемых экономистов здесь сидючи недавно буквально сказал, это неправильно, это некорректная аналогия, потому что в 98-м году было что восстанавливать, еще с советских времен осталось, а сейчас, говорит, ничего не осталось и восстанавливать нечего. Так где живет этот экономист? Нет, я вам не скажу. У нас, извините, за прошлый год, за 13-й, основной рост дала сельское хозяйство, которое по утверждению тех же отечественное, 18% плюс, которого нет, как говорят наши некоторые экономисты, в том числе, которые сидели в данной студии, не хочу никого обидеть. И строительство, опять же, наше, здесь которое, поэтому я не знаю, все есть на самом деле. Даже не будем говорить про ОПК, оборонно-промышленный комплекс, к которому я тружусь. Кстати, есть смысл все-таки поговорить про ОПК, потому что недавние цифры, опять, что мы на третьем месте теперь по объему экспорта вооружения. Этим стоит гордиться, мне кажется. На втором. Второй? Второй, второй, второй. После США. Серьезно? США, потом Россия. И за прошлый год, если я ошибаюсь, 14 миллиардов, официальная цифра, долларов США. И причем удвоились по сравнению с 2005 годом. Ну, я могу там чуть-чуть соврать, я прошу всех сразу прощения, если немножко не точен, потому что ну все в голове не удержишь, как бы не моя тема, скажем так. Дело не в каком-то летом, но... Да, вдвое, вдвое, вдвое увеличились за 10, ну за 8 лет, вдвое. Вот это как раз еще один из таких позитивных примеров. Я считаю, это одним из позитивнейших примеров, потому что на самом деле хотим мы этого, не хотим, как бы не хотели мы от этого бежать. А мы хотим от этого бежать. Все-таки в частную инициативу в тяжелой промышленности, в оборонной промышленности. Неважно, в общем, во всем, что связано не с продажей, не с куплей, а с тяжелым трудом по вытачиванию различных гаек. Все-таки в частную инициативу идти. Все-таки это все бремя несет государство. И ОПК, оборонно-промышленный наш комплекс, является основой этого развития. Все эти предприятия, в том числе во многом входящие в Ростех, но я могу еще упомянуть, Алмазань-Тей, такой крупный холдинг, да, АФК-система, которая тоже имеет там, помимо МТС, еще очень большой серьезный кусок в этом направлении, да, там, объединенные судостроительные корпорации, объединенные авиакорпорации, да, то есть вот эти все как монстры, как их принято называть, это, скажем, один из ключевых игроков в создании вот новой промышленной державы под названием Россия. И она успешно развивается, государство очень много заказывает сейчас вооружение, да, военной техники, жестко контролирует исполнение, это на контроле у президента страны, вы знаете, вот в Сочи он недавно в совещании провел по этому вопросу, где-то месяца три назад, ну и постоянно к этому возвращается, да, под жестким контролем находится, и там, слава богу, все вот сочетание кнута и пряника дает свои положительные результаты. Здорово. Здорово. И немного времени у нас осталось, я хотел бы ваше мнение услышать, мы, собственно, об этом даже и заговорили, упоминая, правда, сейчас Соединенные Штаты, ну или там о Европе вспоминаю. Действительно, большое значение для, наверное, не для существования, а для того, чтобы экономика чувствовала себя неплохо, ну и на самом деле большое значение для этого же комфортного ощущения граждан, да, той или иной государства, является развитие малого и среднего бизнеса. Вот к этому я веду, и пример Штата, абсолютно я с вами согласен, абсолютно корректен, действительно, что американец, да, он и европеец, наверняка, он знает, что это такое. У нас, к сожалению, опять, да, наверное, традиционно эту фразу я произнесу, у нас, к сожалению, сейчас есть очевидные проблемы, да, которые сталкиваются с малый и средний бизнес, ну, давайте даже малый. Вот на ваш взгляд, в принципе, может быть, в чем, ну так, стратегически не доходит руки у государства, он занят более глобальными вопросами, да, или в принципе как-то, я не знаю, на ментальном уровне не хочет наш с вами, да, соотечественник затевать бизнес, а привык он работать на дядю, в чем бы не сделал, как вы думаете? Ну, знаете, я думаю, что, ну, первое, государство абсолютно четко понимает, что надо это дело развивать, и есть на эту тему еще и выступления, и законодательные акты, там, закон о предпринимательстве, знаете, там, все, 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 все замечательно, хорошо понимают. Ну, это, как всегда, да, строго наш законов, компенсируясь тем, что их не исполняют, да, возможности их неисполнения, да, так и в данном случае происходит, да, ну, то ли в силу того, что территория большая, мало населения, то ли в силу какого-то менталитета российского, что пока гром не грянет, мужик не перекрестит, и так далее, все это развивается ни шатко, ни ваше, да, поскольку, ну, как бы вот так сложилось, я так понимаю, все-таки с советской психологией, что живем здесь и сейчас, а то, что завтра, в общем-то, наплевать, то каждый маленький чиновник человек и тот, кто при власти, пытается урвать сейчас. Он не работает, у него нет стимула, работает на завтра, на развитие стран, на перспективу. То, что очень хорошо в Китае построено, хотя там проблема коррупции тоже стоит достаточно остро. И может быть, чуть-чуть поменьше, чем у нас, но, уверяю вас, там серьезно это все. Но, тем не менее, они двигаются, потому что каждый понимает, что чиновник, на своем месте, если он будет мешать развитию вот именно этого малого и среднего бизнеса, он будет получать по ушам. И поэтому надо государству, и государству надо раз и навсегда определить все-таки, что мы развиваем, какой малый и средний бизнес развиваем. Вот я ставлю на позицию, что мы все-таки развиваем малый и средний бизнес инновационно-промышленный, а не торгово-закупочный. И там сфера услуг, вот торгово-закупочный, сфера услуг, он развивается замечательно, несмотря на весь идиотизм, там, налогоадминистрирования, произвол чиновников, там, побор и так далее. Вот он почему-то живет, развивается и хорошо пахнет приятно очень, да, с дорогим парфюмом заграничным, да. И это все видят прекрасно, да, и магазины, и рестораны открываются, все они жалуются, как им все плохо, как им там замечать. Везде, где есть наличный оборот, там, бизнесмен себя чувствует великолепно, да, и плюс затраты не такие большие. Все, что касается производства, а, никуда не убежишь, вот ты всегда здесь, никуда ты не переедешь, твой юридический адрес является твоим фактическим адресом, нахождение этого бизнеса. А потом у тебя, я не знаю, там, какое-то предприятие, у тебя фабрика, завод. Да, тебя всегда могут пощекотать за Гондурас, да, чтобы понять, чем ты там дышишь, да, то есть вот ты работаешь реально. И вот я считаю, что вот этот бизнес, его просто вот невозможно изменить, на мой взгляд, менталитет советского чиновника, который во многом еще остался сейчас, да, и так много времени прошло с времен Советского Союза. Невозможно. Значит, что надо сделать? Надо убрать чиновника из этой сферы. Просто сказать, ребята, для всех промышленных предприятий, малого и среднего, вот, налоговые каникулы, гуляем, ребята, от вольного, от сегодня, от нуля часов московского времени, на 10 лет вперед, допустим. Но не дашь результат, отберем все к чертове мать и весь твой бизнес. Например, я сейчас утрирую. Ну, тем не менее, позиция понятная. То есть нужна радикальная мера абсолютно совершенно. Я думаю, в Китае примерно так все происходит. Так они полстраны отрезали и на 10 лет освободили от всех налогов. Вот это свободно экономическое. Вот результат, да, да. У нас надо больше кнута, но тем не менее, я думаю, вот здесь есть выход. Я понял. Андрей, огромное спасибо. Вот это ключевая фраза нашего эфира. Я вам за нее благодарен. Есть выход. Конечно. Надо просто двигаться. Большое спасибо. Андрей Зверев был сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо вам огромное. Спасибо. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. До свидания.